Никит, а может расскажешь про свои пушки? Что, прям здесь что-ли? Ну да, а что? Ну ладно, сядут. Э, убери его, не могу смотреть на это. Никита Васильевич расскажет нам про свое оружие сегодня и здесь. Не сказать, что многие просили, но года три назад вообще у меня было видео в артекте о своем оружии. И кому-то было интересно. Почему бы не показывать пушки-канопушки разных людей, правильно? Никита Васильевич фанат оружия. Говорить? Расскажи о своих целях вообще, оружейных. Короче, оружейные цели. Смотрите, ребята, я пушки с детства люблю вообще, прям обожаю. Мне нравится оружие в первую очередь, не то что типа это, знаете, там средство убийства или что-то типа того, а мне нравится что-то механическая тема, которая там работает, двигается и выглядит крас-сейла. Не, ну тут нужна тактическая музыка. Мне нравятся пушки все, в принципе, и я люблю все тестить сам. Игру же надо делать правильно. Люди, многие говорят, типа лучше бы делал игру, а я вот ни хрена буду лучше пушек стрелять. Короче, все это нравится, все это стреляю, люблю все пробовать сам. И ничто меня не остановит, мне наушники садятся. Ну вот так вот. Что добавить еще? А нечего добавить. Нечего добавить, просто. Расскажи, что ли, о своем богатом выборе российском. Я говорю, что здесь 5 штучек, пушечек, да? Одна из них автоогнем уже стреляла. Вторая вообще еще не вышла в продажу. Но уже стреляет. Это ТК-509, короче, оружие. Стреляет патронами 9-мм, точнее 345 ТК. Изначально создавалась спортивная тема. Я не очень доволен этим стволом, у меня постоянно не наколы. Мне попросили его взять, я пытался говорить, ребят, пожалуйста, не надо, пожалуйста, нет. Подожди, в смысле попросили? Ну вы? Студия ваша. Я ничего вообще не просил. Да? А кто-то позвонил мне. Не очень кайфовая пушка. Если бы она работала, была бы класснейшая пушка. Дробовик Бинелик 12-й калибр. Просто дробовик, тактическая версия, вообще классная. Сделано в России. Сделано в Италии. Сделано в России арка. Союз ТМ-овская арка. Сделано в России автомат Калатайникова. Сделано в России автомат Калатайникова. Я его специально наждачкой затер, чтобы под старину, чтобы был такой батл ворн. Потому что я насмелился этих вот инстаграмов ваших всех и думаю, блин, я хочу. Блин, а себе надо бы сделать такой коллаж. Old Style. Old Style, да. А это, короче, автоматический коллаж. Сразу определимся для зрителей. Смысла-то и нет говорить про конкретные сборки. Потому что вот я приеду сюда, в Питер, через неделю, через месяц приеду, уже по-другому все собрано. Никита Псих, психопат, он все тестирует меня. Я думаю, мы не будем останавливаться на том, почему здесь такой приклад. Да потому что, блядь, ну потому что. Ну, в принципе, так оно все есть. Потому что, если, например, почему вот здесь белое покрашено. Да потому что у меня фоска белая приехала, я взял и покрасил. Потому что прикольно. На балконе, потом чуть не сдох. Пока все дома, мы вас ждем. Ну, мы прям в раю находимся. Я даже не знаю, не сосчитать сколько всего. Особенно за спиной у оператора. Мне до 3 сгалбиться есть еще. Не стыдно? Не стыдно. Давай с самого крутого начнем. Что у тебя тут самое крутое из-под волоса? Тяжело, тяжело сказать, что самое крутое. Потому что я все стараюсь лепить крутое. В плане того, что тут большинство деталей всезападные, американские. Классные детали, которые в России стоят очень дорого. Поэтому вот эта Ара стоит. Она на самом деле дорогая. Из-за прицела, из-за крепухи, спор. Из-за вот этой штуки. Штуки, да. Карбоновое цевьё лансер. РТС-1 выносные прицелы. Дульник ППШ. ППШ настоящего. Батлармсовский приклад. Коротенький, специально. Все в рамках закона, опять же. Следующий, бразильец. Это первая арка, которая у меня была. Это ворсисовская база. Цевьё Зев, дорогущая. Лансеровская шахта из приколюха. Вот это прикольная штука. Кнопка Гайзелевская. Затворная задержка. Родиантовский, Родиановский переводчик. Троевская, Антабка. Да тут куда ни глянь, тут везде приколы. Вот это вообще прикольная тема. Это люпольский прицел. Один МОА коллиматор. А это старый добрый G36 увеличитель. Нихуя он вниз откидывает. Первый раз такое вижу. Бамс. Обалдеть. Вот это первый раз вижу. Очень удобная тема. Это крепёжка, да, дорогая? Вот его ТЭКовский сам магнит. Да, да, да. Это просто крепёжка Юнити Тактикл. И здесь ещё специальный райзер есть, если присмотреться. Это на базе повышающей, чтобы соосность была. Вот это вот. Иначе будет ГГБП. Баттл-Армсовский же, возводящиеся рукоятки. И естественно, конечно же, куда же без УСМа. УСМа же гражданскому стрелку походу нельзя иметь. Ну нет, не так. Не нужны. Не нужны. А мне нужен такой вот, например. Вот такой УСМ спортивный. Вот здесь АЛГ у меня спортивный. Почему я это делаю? Да потому что мне нравится это делать. Я что хочу, то и делаю. Это гражданская тема. Мне это интересно. Я хочу механику ищить. Я хочу познать, что такое американский спуск в штаны. И это моё право. Я хочу менять. И буду менять это дело. И никто мне этого не запретит. Кроме Росгвардии. И Госдумы Российская фаберация. Поэтому мне стыдится Гайзелевский. Милоспековский. Триггер. Милоспековский значит Грау-барахо. А, ещё классная тема. Давно хотел рассказать, показать. Кнопка пиздатая. Unity Tactical. Кнопка для фонаря. Фонарь Surefire. Коротенький скаут. Может работать в инфракрасном диапазоне. Самая короткая арка, которая у меня есть. Длина ствола, если не ошибаюсь, 14 дюймов. Рукоятка разведения. Как же она называется? Биг Тестинг. Ранье Армс. Я могу так это сделать и посмотреть. Да, Ранье Армс. Замечательный приклад фирмы. Краб Дефенс. Я один помню этот мем? Вау. Вау, да. Фейс 5 переводчик титановый. F1, короче. Очень классная. Моя любимая. Прикольная ручка. На самом деле, мне ее даже не подарил Леха из линии огня. Он мне сказал, с возвратом. Поэтому она... Да, его погонять. Да, потому что вот этот паракорд, он походу сам налепил на него. СТМовский какой-то, я не знаю, что за СТМовский триггер, он прикольный. Тони Системс, вот эта кнопочка быстрая, где можно чпенч-чпенч. Потом СЛР-ная кроп, кнопка выброса магазина, которая работает с двух сторон. И здесь... А здесь вообще макпуловская база. Чик-чик-чик. Макпуловская рукояточка. Дульник СТМовский какой-то, не знаю. Макпуловские приспособы. И очень крутой, самый мой любимый коллиматор фирмы 3G-Con. МРО. Но мне, как вы уже знаете, зашкваривал его махор. Поэтому и работает у нас без зарплаты сейчас несколько месяцев. Это сын, который хромает и которого, конечно, сплавить бы в университет. Сделан из высокого гурородистого чугуна. То есть, в принципе, у него можно плохо варить. Подождите, это правда про чугун сейчас? Да нет, но вот такое ощущение, что да, он пористый. Это алюминий, но очень пористый. И это отстой. Короче, давным-давно не мог понять, какого хера у меня недозакрывается затвор. И недоподдаются патроны. И вообще, я потихонечку сходил с ума. Потому что пушка, на самом деле, прикольная. Отдача вообще офигенная. Контроль. Рычажочки вот этих все сбрасывания в магазинах. В спорте гонять, мама, не горюй. И я подумал, блин, наверное, вот здесь вот стоит... Тут похоже на арку, тут тоже буферная труба. И здесь стоял непосредственно буфер из пружины. Я думал, блин, наверное, надо поставить что-нибудь помягче. И влупил туда стандартную арочную пружину с буфером, мягенькую. В результате, когда я выстрелил, затвор настолько сильно пошел назад, что вот эта рукоятка ударилась в крайнее положение и помяла внутри алюминий. Как в свинец говеный. И мне потом говорили, знающие люди, или не огня, говорю, тебе повезло, что алюминий говно. Иначе тебе бы расколол ваппер херам собачьим. Я такой, у-у-у. Поэтому я поставил все обратно. Я заливаю ее маслом. Она засирается. Она постоянно не накалывает. Это не золотое. Давай дальше. Калашики, пиздата, расположен фонарик. Мы занимаемся тактической физкультурой, армейской тактической. UF-Pro. UF-Pro стрельбой. И иногда приходится, короче, ну, собирать сборки, которые отвечают требованиям тактических, галактических войн центральных. И для этого мы собираем тактические сборки для того, чтобы не то, что воевать, для того, чтобы картон убивать эффективно. Эта сборка подразумевает работу ночью. Вы скажете, ты что, дурак? Какая ночь? Ночью закрыты все полигоны. Да, закрыты все полигоны. Но холощение. Холощение? Ночью с выключенным светом из ПНВ. Поехали дальше. Понимаю, холощение может быть утром и вечером. В конце концов, охота. Охота на бобра. У него же есть... Как это? Президент же подписал... Квоты. Что ты о чем-то? Короче, убиваешь бобра и яйца его ешь. Это я видел на фэн-каналах охотников, таких как... Триждотец Дмитрий. Ого. Семьер... Одного не ждут. Брат Фил и так далее. Короче, ладно, смотри. Пытливый зритель. Это дожигатель фирмы Альфа Армс. Смотрите, да? Очень похож на одну известную фирму. Шорфайр. Но неважно. Выглядит очень классно. Вот так он делается. Классно Альфа Армс придумал. Вот так он делается сиконно, ребят. Сиконно. Сиконно, ребят. Сука. Он закипел. Я его не сниму. Короче, он снимается, там дульник. Классно. Подожди, может... Ну, выглядит пиздатенько. Да ёртурман. Короче, нихера. Альфа Армс классно придумали глушитель. Да, он прикипает намерство. Классно придумали. Короче, цевьё очень похоже на другую фирму. Вы все догадаетесь. Пишите в комментариях, что за фирма. Да? Пусть пишет. Нет, это тупой байт. Это будет значить, что как будто меня хуёво комментируют. Вы же и так нормально комментируете, правильно? Ну, говори, говори. Да, говори. Армакон. Точно. Да. СЛР. В принципе, похож. Мне кажется, кто-то у кого-то позаимствовал идею. Блин, этот калаш, на самом деле, сборище всех тем, которые за бугром давным-давно порешали всё, а наши взяли и такие, о, ничего себе. Крышка. Легальный арсенал. По сути дела, тоже напоминает одну известную американскую крышку. Очень хорошая крышка. Она держит 366. Рекомендую. У неё специальная пружина своя. Ну, окок. Чё, окок нормальный? Тоже 366 держит? Он держит всё. Это, на самом деле, один из самых лучших прицелов. У неё есть приколы свои, на самом деле. Потому что он же рассчитан под 556 отдачу. А 366 отдача лютая. Что значит отдача 556? Все говорят, суперчистая оптика. Очко прицела нереально классное и большое. Потому что ты глаз держишь примерно вот здесь. И если ты будешь стоять 366, тебе глаз может, наверное, выбить. У него аэрлиф что ли такой, да? Да, да, да. Вот то вот здесь надо смотреть. Да. Да, и тебе бьёт в бровь. Вот этот РМР, я считаю, что это вообще гениальная фигня. Это не электронный коллиматор. Вот это светонакопитель. Он принимает свет, и он всегда горит. Но если темно, там третий. И здесь тоже третий. И в ПНВ вообще невероятно круто, здорово, замечательно. Выглядит красава. Короче, дальше. Инфорс фонарик. Многие спрашивают, ты чё, дурак? Он же перекрывает. Ничего не перекрывает, вот посмотри. Это предохранитель. Нихуя, фонарик с предохранителем. Вы такое где-то видели? Пинч-пинч-пинч-пинч-пинч. А вот это режим инфракраска. Вот это самая тема. Вот этот фонарик, инфорс, он специально сделан под вот этот указатель. Чтоб ты мог делать вот так вот, оперировать. Чик-чик-чик-чик. Его надо ставить вот так всегда сверху. Иначе это дебилизм. Некий ставят сбоку. Сбоку не совсем удобно прожимать эту залупню. Да, да, да. Аж наискосок. Что еще интересного? Рукоятка Зенит РК какая-то, я не помню. Третья, А5 РК. Переходник под трубу, кастом ганс. И офигенный приклад МФТшный, называется он, я не помню как. Какой-то там. Кто паракорд плел? Слышь, знаете, интересная история была. Андрюша из Линии Огня, классный чел, ему привет. Вот. Я говорю, есть приклады? Он говорит, есть, МФТшные приклады. И скидывает фотки. Вот такой приклад. Чем отличаются вот эти два приклада? Ворелочка. Ворелочка. А он это подал. И кнопка вот эта подлиннее здесь. Да ты гонишь. Смотри. Да ну. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Да не. Считай сам. Да не. Считай. Да ты гонишь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да блин. Полноценных четыре здесь? Короче. Какой-то. На нем был паракорд и меня это зацепило. Рукоятка Махпул тут прикольная. АК плюс что-то называется. Под углом. Цивилизованное сообщество вооружения ждет вот точно такую же в резине. Потому что она очень прикольная. Это охотничий вариант. Там ограничитель варен. Да. Все абсолютно легально. Все кроме десяти патронов нахуй свинцом залезли. Ребят. То есть ты представь себе такой. Пришел на заимку чувачок такой. А кто это такой? Да это Сергей из села. И такой знаешь чик-чик мультиками. Рубает. У него эффективность 16 кабанов в секунду. Я люблю этот ствол. Мне он очень нравится. Он на самом деле крутой. И блин. Он компактный. И чисто вот наваливый. Какой у тебя первый был ствол вообще? Я же покажу. Это какой-то третий кажется. Окей. Первый ствол. First. First. Неизвестно откуда он сейчас респанется. Возможно унесли нахуй. Это в АП-2.9. Мой первый оружий. Вот это самый такой релайбл ствол. Я ему доверяю. Релайбл. Релайбл. Я на нем в соревнованиях участвую. По тактическому метанию песка. И метанию бобра. В общем смотрите что хорошо здесь в этом. В этом замечательном оружии. Это крышка крашеная. Мне она нравится. Она прикольная. Мой любимый коллиматорный прицел. Американцы. Трекс там. И Гарантамп. И прочие другие товарищи. Они говорят что Аймпоинт Ака говно. А мне он нравится. А почему они говорят что это говно? Обосновывается? Нет. Там говно. Какая там метка? 3.5 муа. 3.5 муа. Это дофига жирная метка. Ну да. Это пистолетный прицел. По сути. Его на пистолет стоят на Глоке. Но мне он нравится. Я с него лупасю на соточку норм. И сейчас где-то там в Америке. Какой-нибудь там Гарантамп сидит и говорит. Вот русские говорят что Кобра хуйня. А мне нравится. Да. Да. Да там точка 9 муа. Ты что знаешь как они возбудились за вот этого прицела? Они так из-за него все возбудились. НПЗ ПК-1. Голографический лазерно-проекционный радио прицел. Это новейшая разработка. Это шутка сейчас или нет? Конечно же нет. Посмотри как он выглядит. Да. Он выглядит как говно. Такая вообще мама не горюй, а не прицел. Ну. Короче они все такие вау. О май гад. Что-то там и прочие слова. Для них наверное это покрытие русское. Как на сейфах, так и на прицелах. Оно для них наверное как элитно выглядит. Да. Ладно. Что еще здесь интересного? В общем тоже антабки какие-то прикольные. Ручка прорезиненная АК, маяка. Приклад Жуков. Опять же вы наверное подумаете, ага, это же АКМ. У него сейчас складывается. Не складывается, там винт у меня вхерачит. У меня он никогда не сложится. Лазер. Лазер. Да. Очень классный лазер. Это что у нас? Перс 4П. Саговское цевьё. Очень прикольно. Я считаю, что саг это одни из самых лучших обвесов. Пришлось его пилить, потому что у него есть регулируемый газблок. Пришлось выпилить вот здесь дырку. В этом тоже принимал небезоизвестная Андрюша. Привет Андрюша. Андрей Кончаловский. Да. А эта короткая банка Гексагон просто выглядит круто. И на самом деле я когда рассказал американским друзьям, как вы решаете проблему перегаза в лицо, когда у вас банка стоит. Вот здесь вот стоит обычное сантехническое кольцо резиновое. Вот здесь. Показывай. И она не газует. Серьезно? Да. Прикинь? Офигеть. Вроде бы все. Телепорт. Как мы будем делать телепорт? А вот так. Никит. Что, давай мы за прицелы еще. Слышь, ну еды еще даже не принесли. Да ладно, потом поедим. Да что тянуть, пошли снимем. Ну, прицелы. Прицелы. Ну, конечно, цели разные. Для нас, вот, те людей, которые стоят по картону, участвуют в каких-то соревнованиях непонятных, да, в основном нужны коллиматоры, конечно, для того, чтобы стрелять на соточку и попадать. Вот. И в целом больше не нужно. У меня другая ситуация. У меня ситуация такая, что я разрабатываю игру одну известную. И мне нужно понимать, как все работает. И поэтому мне приходится покупать, или, слава богу, некоторые товарищи шлют различные всратые прицелы, редкие образцы. Вы, наверное, подумали, что аккуратно с цветами. Да, да. А это что тут растет? Растут различные цветы. Вон там вереск растет. Тестируй все подряд, потому что вщупать все это в реале, это все по-другому. Иногда вскрываются подробности, которых ты не ждал, не знал, и ты их воплощаешь. То есть это все для меня большой эксперимент. Все эти пушки, все эти моды, шмоды, это все для меня в первую очередь тест. И тест практический. Для того, чтобы понять, как это все работает, как это воплотить в игре. Я сейчас обратил внимание, что прицел вот этот всратый. Называется Русак. Да. Киба подарил. Киба, привет. А вот этот всративший прицел. Называется прицел нить. Нить. Контрактворс такой был прицел. Я когда его видел, подумал, бэээ. Но, впрочем, используется технология световодов. Это специальный световод. По сути, такая, типа, маленькая фризмочка. Он не электронный. Сюда попадает свет, он отражается, и ты туда смотришь и видишь мультики. Это ужасный прицел. Но аутентичный. Он ставится на ластохвост. Больше... А большего мне и не надо. Вот этот интересный прицел. Он называется Рысь Ка. У них всех такие названия монструозные. Это, на самом деле, охотничий прицел. Но, вроде, он с какого-то военного был. В комментариях напишут. Это коллиматорный прицел. Реально. У него есть марка. У него есть подсветки, батарейки. Чудеса. Я когда вот эти снял резиновые крышечки, из него посыпалась какая-то требуха. Реально, сколько МОА? МОА? Я думаю, 12. Короче, вот это прикольный прицел. Вот это уже более-менее Weapon Technologies Military Specifications. Это прицел. Называется 1П76. Он принят на вооружение. То есть, если есть такая фигня. 1Ш, 6Б, 2Ч. Это все, значит, принято на вооружение. В списках ГРАУ есть. Он назывался, если я не ошибаюсь. Пацаны, напишите, как он назывался. Контрактворсер, и вы знаете, как он назывался. Блин, я забыл. И это хорошо. Это не коллиматор. Это оптика. Однократно. Прикинь. Ну, я понимаю. А в деревне есть вот в этой что-нибудь из нерусского? Из нерусского? Посмотри, за тобой это было. О, что это? Это калаш наградной. Золотой переводчик. Золотой переводчик? Золотые пины. Ты подарку закосить решил? Тише. Ну, вообще, на самом деле, я все красил на балконе. У себя. С беседки на деревне. Короче, это ген первый Razer. Почему он ген первый? Вышел же ген второй. Это голографический прицел, который был призван убить всеми любимые и атаковские прицелы XPS и EXPS. Интересная у него марка. Прямоугольный визор. Прямоугольный визор примерно такой же стекляшки, как и... Гряну марку. Батарейка есть там, нет? Честно говоря, не помню. Нажми. Вортехс. Нажми куда-нибудь. Есть марка, да. Есть, да. Ну, это голограф тоже, да? Да. То есть это значит, что близорукий в него увидит хуй. Ну, скорее всего. Слепых звон нету, ведь. Попокал. Никита Васильевич. Никита Васильевич. Да слышь ты, короче. А про фонарики расскажешь? Да, короче, ты запарил уже. Да, потом. Да запарил. Рассказывай. Все, поехали. Приедем, расскажешь? Обещаем. О, Никит. Никит. Прикольный пивас. Слушай, а про фонарики расскажешь? Слышь, как бы, ну, ты вообще что ли, я не понимаю. На смысле? Расскажи, ну что ты? Зажрался совсем что ли? Рассказывай. Давай плюс этот. Слушай, я же тебе говорил, думай, так, ну, попозже, немножко. Короче, так и быть. Вот, первый у меня фонарик. Дрич по-пецки вот такой маленький. Называется TLF-70. Ну, стримлайк. Видишь, какой маленький? Да. Знаешь, для чего он нужен? Я эти маленькие фонарики, а другие фонарики ищу. Вот. Это какой-то штурмовый фонарик для спец-падрозделений. Он крепится, короче, на арке. Это, типа, не M-Lock крепление, на самом деле. А хрен по-меку. Но он крепится. И он такой странный. У него режимы такие интересные. Да-да-да. А, вот здесь коровка, да? Да-да. Покрутить. И сейчас, давай. Во-во-во. Режим дискотека, короче, у него. И смысл такой. Подержи, Дрич по-пецки фонарик. Он используется как тактическая рукоятка. Вот это палечный упор, который, в принципе, используется как включение его. Когда ты вот так его держишь, ты вот этим пальцем. А-а-а. Вот. На туре. Ну, в принципе, вот и все на этом, ребята. Необычно. Необычно. Ну, это, получается, как идет? Как фонарик или как рукоятка? И то, в каком. Дрич по-пецки. Так, а тут у нас что? Тут у нас разные фонари, как ты видишь. Эти фонари установим на разных оружия. Так как я любитель пистолетных. Пистолетных различных штук. Это фонарик ТЛР-П1С. Достаточно редкий глоковский фонарик. Интересный фонарик, в принципе, он яркий. Практически все кабуры милспековские для пистолетов П226, глоки и прочие. Обязательно есть комплектация под ТЛР-1. Прикольный. В данном случае он установлен на пистолете Ирлигина. Кольтак. Ой, господи. Сколько мы уже пишем это видео? Четвертую неделю, да? Да. Немножко подустали. Давай быстрее, сейчас подъезды выгонят. Шурфайр из 400 Ультра. Очень крутой, нереально яркий фонарь. Что он делает? Он делает красиво. Во-первых, ярко светит. Прям реально ярко светит. А во-вторых, он имеет, конечно же, замечательный зеленый лайнер. Блин, наверное, слайдер. Вопрос такой. А есть регулировка яркости? Регулировка яркости? Да. Нет. Это плохо. Это значит не 3+. Дело в том, что у тактических фонарей, якость, это не совсем определяющий моментик. Особенно у пистолетных. Потому что ты когда начнешь применять фонарь, это значит вокруг темно. А это значит ты сам себя можешь заслепить нахуй. Слышь, честно говоря, я первый раз в жизни такое слышу. А есть такая тема? Наоборот, если выбирать на все QB на всякие, лучше потусклее фонарик. Да. Потому что ты посвечишь этим фонарем, потом его вырубишь и никуда не будешь видеть. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит. А вот этот мне понравился, инфорсик, фонарик. Видимый фонарик, компактный, стробоскоп у него есть, да. Мне он нравится тем, что он реально компактный. И в принципе, вот этот вот, опять же, хват вот этот ваш любимый, который все критикуют. Да, да, да. Он позволяет легко и только... А кто критикует? Различные тактикульные боги и легенды. Разве это критикует? Кто? Классный фонарик, да? Да. Офигенный вообще. Ты только не нажимай. Понял. Да, 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 тут сейчас у нас шары полетят. Это сакс. А так полетят? Это аек или газик? Газики. Сразу видно, что ты разбираешься в строкбольном оружии. Пилка. Все мы знаем, что единственный человек, у которого появился настоящий PLK. Это Буянов Нехита Макбилович. Это Виталий Маргулис. Это тоже инфорс, только пистолетный. А инфорс? Он тоже очень яркий, компактный. Но почему-то не все его любят за бугром. Не знаю почему. У меня он начинается чем? Вот тут вот такие шершавые такие темы. Очень приятно для пальчиков. Чик, а не стресс? Да. Ис-400 был, Тейлор первый был. Во, хит сезона. Фонарь фирмы Алайт. Чем он хорош? Очень яркий. Нихуя, да? Он очень яркий. Он нереально яркий, это капец. Второе. Такая пижня. Пенч. Это кнопка. Он, кстати, позволяет его неяркий режим выводить. И здесь же сюда зарядка. То есть, вообще плюсы Аллайта в том, что их можно заряжать. У них такая на жопе перешпандоривается тема. Они перезаряжаемые. Многие говорят, что это круто. И считают, что Next Generation вообще офигенная крутая вещь. Но американцы почему-то не любят. Говорят, что Аллайты высаживаются очень быстро. Их нужно постоянно заряжать. Но, честно говоря, все фонари, вообще все, пистолетные, оружейные, они садятся очень... Особенно, когда здесь светят очень ярко. Да, они садятся очень быстро. 40 минут, 30 минут. Например, вот Дейш Папецкий фонарик. Вот этот наш любимец, да? Это, кстати, ТЛР-7, да, Блоковский. Он мало того, что садится за 30 минут, 40 минут, он еще и нагревается нереально. То есть, ну, такая фигня. Что хорошего еще у этого фонаря? Вот такая база на Бикатине. Соответственно, у него здесь есть проточки такие, да? Они позволяют делать вот так. Хочешь делать вот так? Делаешь вот так. Хочешь делать вот так? Для того, чтобы классно у тебя боком стоял, даже как чик. И есть еще под углом прикольная база. Вот. Что осталось? Вот этот фонарик очень смешной. Это Prince Litton Tech зелененький. И у него есть еще инфракрасный, вроде даже, режим. Это фонарик для тех, кто хочет подсвечивать, короче, когда Чакопай надо ночью покушать, и ты не видишь. Ты вот сюда на член прилепил, и такой, окей, окей, yes. И все видишь. Почему он здесь в нашем обзоре участвует? Я не знаю, он прикольный. Мне сказали, пожалуйста, возьми его, я его взял. Ну и последний у нас ружбайка. Это скаут какой-то, маленький, короткий, шурфайр скаут с кнопочкой UNT Tactical. Видишь, какой он неяркий? Да, как раз так. Это нормально, да, да. И у него вот эта голова, которая перекидывается. Оп, давай проверим. Видно, и даже невооруженным глазом чуть-чуть видно. Ага, красные, пятнышки. Ну-у-у. Ну, это сельско-красник чуть-чуть видно. Ну, вот, собственно, немножечко про фонари, которые есть. Какой смысл фонарей вы все прекрасно знаете? Я считаю, что для хом-дефенсы фонарь нужен. Потому что ночью, если бандюга налезет тебе в дом, ты мало того, что должен иметь фонарь на своем ружье, ты должен еще уметь им пользоваться. И наваривать. И супостатом. И ты для вас всегда так. Я вообще даже так скажу. Если вы тактикульщик, прикинь. И у вас нет фонаря, вы лох. Ну, типа того. У вас должен быть фонарь, вы должны с ним тренироваться. Вы должны ходить на открытое стрельбище с ним. И всегда, чтобы он у вас висел. Вы должны к нему привыкать. Привыкать к этому, хоть и незначительному, но лишнему весу на конце пупить. Да, и не забывайте еще один важный момент. Смотреть, нужно правильно ставить его. Коптиться начинает он. На некоторых фонарях коптится какое-то покрытие, которое находится внутри линзы вообще. Забывает газиками? Нет, именно оно начинает темнеть. И ты все это выкидываешь или меняешь полностью. Ну, там, прям блок вот этот вот. И лампочка, и первая линза со мной. Стекло. Ну, как-то так, короче. Вот. Ты пойдет, тебе хватит этого всего. Хорошо. Но ты еще не рассказал про глушители. Ой, короче, про глушители давай попозже я тебе расскажу. Есть у меня некоторые образцы. Вот это, кстати, знаешь, что это такое? Это джексагуаш. Да, джексагуаш стал делать, короче, на пистолет и глушители. Ну. Фэн-стайл. Да, очень круто, да. Аж затвор в хрен взведешь. Я приехал в гости к оружейному барону. Я варбл. Никита, ну нет, обычно. Никита, нет, такая. Да, ест вы мать. Никита, давай, может, про лазерные блоки еще чуть-чуть. Слышь, я сказал, ну, 10 минут еще, ну. Да, ест, убери нахер вспышку. Ну, точно, да, с ним? Да, конечно. Ну, и, короче, в принципе, тактические блоки, лазерные блоки это такая специализированная достаточно вещь. То есть, в целом, как бы, ну, далеко не всем нужно. И самое главное, как бы, далеко не все тактические блоки, ну, они, ну, полезны, так сказать. Нужно кому понимать, что они стоят дорого и... В ночной работе есть такие вещи, как прибор ночного видения, фонарики, тепловизоры. И для того, чтобы эффективно стрелять с прибором ночного видения, нужен прицел адекватный. Либо, конечно, можно с коллиматора стрелять, но это не совсем удобно. Либо можно целиться по лазеру. Для этого есть лазерные блоки, там, осветители. Никита Васильевич поподробнее, потому что я чисто в теории за это знаю. Что мы имеем? Лазерные тактические блоки. Их не видно, они инфракрасные. Вероятный противник его, как бы, не видит. Ты можешь целью указывать, подсвечивать вертолетом, артиллерией, бобрам, хомякам. То есть, в принципе, мы этим и занимаемся. Они совершенно разные бывают. У них есть разные режимы. Видим, блин, видимый лазер, невидимый лазер инфракрасный, режим инфракрасного светителя, режим усиленной мощности для подсветки вертолетов, там, и прочее, прочее, прочее. Все они собаку жрут сильно батарейку. Все они, в принципе, имеют дополнительные конопулечки, которые позволяют эргономику им упрощать переключение режимов. Часто даже бывает ситуация, как вот здесь вот видно, например, есть дополнительный фонарь, в данном случае это шурфайр, который позволяет нам инфракрасно освещать большое пространство. Но либо же можно делать такую тему, что у тебя на блоке инфракрасный осветитель для ночной работы, а на вторую кнопку завязан обычный фонарик для дневной работы. Да, в принципе, так это и сделано. Потому что, Никит, я тебе открою секрет. Многие люди, того что за только одним стволом. Да? Да. У них нет такого, что утром одна пушка, днем вторая, вечером третья, выходной пятая. Бывает такое. Ну, мы, как бы, уже повторились ранее. Я пробую все. Мне нравится все, поэтому есть возможность, я пробую. Кто-то забыл, закрыт крышечку. Банкс. И это хорошо. Замечательно. Да, блядь, гаси уже нахуй свой фонарик. Да, хорош, хорош. Видимый лазер. Здесь ничего, в принципе, больше нет. Но он такой достаточно большой и жирный, я вижу. Для того, чтобы удобнее целиться. Удобно стрелять, отрабатывать какую-нибудь ближнебоевую тему. Потому что ты, если ты в шлеме, в бронежилете, да, мы тоже это бывает, покупаем, берем, используем. Тебе очень тяжело целиться, так сказать, в прицельном приспособлении. Ты лупишь от бедрища, как Стивен Сигал мы сегодня смотрели, да? А мы ведь действительно сегодня смотрели. Тренировочные видео. Но когда ты должен расширить спектр своих возможностей в темноте, да, нужен уже блок, tactical блок. Давай самый классик, вот, Unpack. У него несколько есть режимов различных, как я уже говорил. Видимый лазер, режим 0, который живет батарейку. Режим лазера невидимого инфракрасного. Режим осветителя, это фокусированный пучок такой яркий, инфракрасный. И режим усиленной мощности. Обычно вот здесь, если присмотреться, стоит специальный болтик, который ограничивает использование. Ну, сделали для американцев, которые типа, эй, вы че, они включают на максималку, у них выгорает батарейка. И в бою они такие, о май гад, может быть, ты видел, у них постоянно сзади батарейка куча везде. У них постоянно все садится. И если мы посмотрим на Дебал. Там вот, я знаю, тоже пипулечка, ограничулечка. Да, 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 да. Здесь, по сути дела, все то же самое. Потому что умные люди... Так называемые smart people. Smart people. Они, в принципе, сделали по единоподобию все эти блоки тактические. И у них есть тоже режимы яркости, режимы мощности. И они, на самом деле, борются за звание лучшего прибора. Но кто выиграл госконтракт, кого поставили, тот и будет. Кого поставили-то? Ну, блин, сейчас Next Generation Aiming Laser какой-то есть. Или я туплю? Не, он так не называется. Это я херню спорол. Есть Marvel. Это типа лютая фигня. Есть LA-5. Это, по сути, как Unpeg 15, только круче. И они вот сейчас используют LA-5. Потом вот этот какой-то там Next Generation, что-то там. Меня поправят комменты, конечно же, дурака. И Дебала используют. Их очень много разных видов. Но смысл у них один и тот же. Это американцы. Ну, НАТО и прочее. Наши товарищи русские используют Zenit. Потому что Россия. В американцах очень люди, потому что, я уже говорил, они нереально яркие. И прям очень такие мощные. И им нравятся они, на самом деле. Но им нельзя их использовать, потому что это же Россия. Вот так вот. Капа-кейсик, что же там? Подержите, коллега. У тебя рук нету, да? Зубы. Прибор ночного видения. Бинокулярный. Я, на самом деле, много про него не знаю. Ну, он производитель. Производитель нашей. Это все наше. Это реально крутой. Из березы. Из березового сока. Из березового сока. Он залит березовым соком. Я считал, что это 3+, но некоторые люди мне сказали, что не 3+, это потому что регулировки яркости нет. Типа, это не 3+. Я не знаю, на самом деле. Может быть, и так. В общем, он прикольный. Я его использовал в разные дела. Вот смотреть там в окно, в лес, там волки водят. Ты смотришь, видишь, все. А давай через него покажем, как работает ИК-лазер и ИК-фонарик. Осветитель. Там цветы есть. Итак, это инфракрасный лазер. Смотрите, на самом-то деле ничего здесь и нет. Хотя автомат. Автомат светит. Это инфракрасный лазер. Можно увидеть даже лучше из-за того, что кто-то кальянит. На самом-то деле, видите, лазера никакого не видно. Давай. А ИК-осветитель бабах. Я постараюсь. Вот, и все кладем. А пучок регулируется? Да, он регулируется. Сейчас я покручу. Блин, нифига на жестко. Я вообще то кручу. Попробуй. Нет, это точно то. Он просто люто задеревенел. Сейчас я супер яркий режим рубил. Сейчас будет вообще дискотека авария. Пробуем. Во, вот это яркий. Малышку яркий, что он уже по инвэшу. Это обычный, это дебал. Это обычный лазер низкой мощности. Он достаточно яркий. Сейчас я попробую помощнее поставить. Во, нифига себе. Вот это, конечно, мощно. Он, аж видишь, вырубается. Он очень яркий. И посмотрите, это реально, ну, бери. Нет, ничего нет. Лазер-то нет, нифига. Ну, на самом деле, глазами не видно, а камера чуть-чуть замельчает. Потому что мобил уже видит тоже ИК-излучение. Ну, да, да, да. В какой-то степени. Да. Ну, короче, реально очень яркий лазер. Ну, не такое, конечно, да. Иллюминатор лазерный. Капец, по НВ с ума сходит, смотри. Вот, максималочка. Офигеть, вот этот ям. Помечать цели чисто. Ага. И вот есть инфракрасные фонари. В данном случае это зенит. Это зенит, да. Очень, он типа освещает прям пространство, может. Вот такой вот ваш фонарь огромный. На самом деле здесь достаточно светло еще. То есть телефончик-то, он уже не вывозит. Но глаз еще может смотреть без какой-то подсветки. А вот если бы была кромешная темень, тогда это раскрыло бы всю производительность. У зенитовских ЛЦУ бывают проблемы с батарейным отсеком. Именно плохо прижимается крышка, отваливается. У меня лично была проблема, что у меня от отдачи или не знаю как, отлетела пружинка, прижимающая батарейку. И в результате я долго не мог понять, что происходит. И в результате, да, приходится постоянно за этим следить. Когда меняешь батарейку, нужно, чтобы крышечка была плотно привинчена. Винтики, если есть зажимные, привинчены плотно. Слишком плотно их начнешь привинчивать, они слижутся нахрен. Потому что почему-то у зенита реально слабенькие винты какие-то вообще люто. Он очень яркий. Все американцы отмечают, что он супер-мегаяркий. Самый яркий из всех ЛСУ, которые в принципе есть. Садится батарейка. Пацаны, смотрите какая тема. Кто пользуется тактическими блоками, вдруг таки есть, да? Вот на анпеках даже американских батарейка, если оставляете батарейку в нем, она сядет у вас рано или поздно. Именно в нем? Да, она сядет. Это 100%. А почему так? У меня вещь такая проблема была. Видимо, даб какая-то подпитка идет. Я фиг знает. У меня был выключен... GPS. А, точно. Америкосам данные передаются. Да, а почему тогда садится этот русский? Америкосам данные передаются. То есть даже зенитовский. Ну ладно. Ребята, собаки по своему конструктиву и по своим... Слышь, мы и договорились, что ты будешь там вернешь ее. Что-то не отставил это. Риса, говеха вот эту. Что я буду с ней делать? Валять ее? Слышь, ну в принципе можно и... Нет? А есть еще вот такой чувачок Киба. Киба делает старковые анимации оружие. Что-нибудь еще ты делаешь там? Много лучше делаю. Но в основном я лид-аниматор, командую всеми аниматорами. Лидер-аниматор. Командир аниматор. Красавчик. Расскажи про свое оружие Киба. Сайга 033-545. Вся в дереве. Это сделано на заказ цевье. Типа обрезанное румынское. Насмотрелся в инстаграме. Типа рамочный приклад тоже сделан кастом. Тоже насмотрелся в инстаграме. Он позволяет его не полностью сложить чик. Ну, кронштейн, понятное дело, сейчас этого не дает сделать. Хоп, хоп. Выглядит круто. Old school black ops. И, собственно, АКМ в похожем стиле от того же парнишки цевье. Нескладной такой же приклад. Рукоятка всего. Рукоятка китайская тип 56-2. Выглядит как советские игрушки-пистолетики. Дальше идет моя самая любимая пушка. Сайга 9. Сайга 9. Вот с ней уже побольше сделано работы. Новый приклад от канцерных калашников. Это DILG tactical пистолетка. Переводчик Armakon. Сделан пропил, чтобы была затворная задержка. Чик. Начинается. Мортичечка. Позволяет делать как на МП-5. Начинается затворная задержка. Чик. Чик. Довершает все это баночка полимерная. Пластмассовая смесь. Да, скос. Работает. Да. Очень хорошо на самом деле работает. Много всего было перепробовано. Вот это лучший вариант. Он не утяжеляет пушку. И при этом как бы скрывает этот постыдный писюн. А вот это что у нас такое коллекционное? А это чисто коллекционный экспонат. Потому что как оружие это полное говно. Спецназа. Оружие спецназа для нужд спецназа. В гражданском варианте полный кал. Никто никогда не покупайте, не стреляйте. Патроны дорогие. Патронов хрен найдешь. И он уже один раз сремонтированный. По гарантии. Потому что он отстрелял две пачки патронов и сломался. Отправляли обратно на завод. Сначала я упоролся в тактику. У меня было все в зените. Все тяжелое. Когда начались вот эти все мини-соревки. Я понял, что нужен мне необходимый минимум. И пушка должна быть легкая. Очень такая разворотистая. Очень эргономичная. Чтобы ты мог делать быстро все операции. Что не позволяет делать такой тяжелый тюник. Даже вот девятка при всех ее плюсах. Она тяжелее в полтора раза, чем 5.45. А есть еще вот такие два крутых парня. Представьтесь. Саня Махор. А ты? Я Гармин. Начнем мы с оружия Гармин. Отошел. Сайга МК в калибре 7.62х39. Тут установлено цевье САК. Кронштейн САК с быстросъемом. Такое только у меня и у Власенко. И ОТЭК. И все остальное. МакПул. Хендстоп. МакПул. Очень удобно. Рекомендую. Магазины. МакПул. Дорого, но никогда не подводят. Рукоятка прорезиненная. МакПул. Приклад МакПул УДР. Дульник какой-то реактивный. Его все ненавидят. Потому что когда стреляешь с напарником рядом, глушат. Нахер. Поехали дальше. Мэй САЙГА-9. Приклад новый. От концерна Калашникова. Как по мне, очень удачный. Зенитовская СПОР-4. Друзья подарили на день рождения. Друзья хорошие. Цевье тоже, в принципе, очень радует. Можно коротко взяться, подлиннее. Задача, ну, околоспортивная. Плюс развлекательные по стрелушке. Не сказать, чтобы, наверное, мой самый любимый, да, из двух. Карабин. Он есть и есть. Как бы для тира, наверное, больше даже, чем для открытых стрельб. ПСС. ПСС, да. Ну, а это моя старушка. Лет уже, наверное, 7-8 она у меня. Это Вепр КМ в калибре 7,62х39. Изначально она вся была в дереве. Мне было очень комфортно стрелять с деревянным прикладом, с деревянным цевьем. Механические прицельные приспособления. Потом друзья сказали, что это так себе, по-стариковски. Вот, что нужно более молодежно и тактикульно. Вот, опять же, друзья подарили зенитовский спорт. Единственное, что тут мной лично куплено, это ручка, переводчик огня, он же предохранитель. И очень крутой буллитековский дульник. Вот он мне очень нравится. А вот друзья им очень недовольны. И по слухам, по слухам, я даже повредил коллиматорный прицел одному очень уважаемому человеку. Он мне прицелы спорит. Вот эти жульки свои. Такая вот пушка, такая вот сборка. Мне нравится. Но когда куплю АКВ-521, одену ее обратно в дерево, и она будет такая олдскульная. Напоследок, дядя, что вы можете посоветовать начинающим людям, которые только вливаются в вооруженный мир, если бы не было нововведений про двухстволок. Поехали. Блядь. По тюнингу. По тюнингу? Не важно, что я скажу, все равно все на одни и те же грабли наступят. Это сначала обилие тюнинга, а потом и его сокращение до необходимого минимума, о чем я, собственно, уже и говорил. Главное найти баланс. То, что нравится, и то, что можешь себе позволить. Макпул. Макпул рекомендую. Первые два года стреляйте с железок. Имеется в виду механический прицел? Да, с механических прицельных приспособлений. Я с ним не согласен. Я согласен с твоим видосом тогда, что с них нужно уметь, но не значит, что нужно прямо... Да, первые два года стрелять с железок, это экстремально. Это сразу можно... Ставишь прицел Макпул. Первые два года стрелять с двухстволок. Ну да, это вообще супер идея. Самый таинственный. О нем ходят легенды. Слагают басни, поговорки, частушки. С ним даже набивают татуировки. Татуировки. Короче, Роман Хорс. А это интервью, ну или подкастик, можно увидеть на канале Клоуз Контент. Ссылочка будет в описании, а также выскочит в конце данного ролика. Там я рассказал кое-что о себе. Я просто вон вцепился в лопату. Давай быстро закапывай. Они стоят и плачут, и смотрят, как я все это в бабушку закапываю. Жестко. Это было жестко. Никит. Да ёпт твою... Так это... Что надо глушаки-то снимать будем? Какие глушаки-то? Откуда взял? Слушай, ты обещал глушаки. Что это такое? Это у тебя в подвале лежало. В подвале лежало? Где ты-то нашел вообще? Да не стой. Я это прячу от всех, ты нашел. Ты вообще офигеть как дома, да, у себя? Ты будешь про глушаки рассказывать? Ах, какие глушаки, блин? Уже вечер поздний. Ну и так уже тут две недели ты у меня живешь уже. Короче, давай ты просто пойдешь уже. Я пойду кексагону сейчас про глушаки. Давай, иди проголосуй за кексагона.